Майя на часах 7.40 и мы продолжаем наше ежеутреннее размышление о том, что происходит в России, в мире и в наших душах. Хорошая новость, не одна. Ну, на самом деле, много плохих новостей, но сегодня я буду в большей степени говорить о хороших и о странных. Ну, короче говоря, разберемся. Итак, хорошая новость. Это пришла из Берлина о том, что в Берлине не должно быть флагов страны, которая ведет захватническую войну. Об этом сказал бургомистр Вегнер. Не будет. На 8 и на 9 мая запретили на территории Берлина использовать российские флаги, георгиевские ленточки, униформы, ордена, военные, маршевые песни. Ну, всякие символы Z и так далее. Ну, в общем, всю фашистскую символику. Что совершенно справедливо. Понятно, что, в общем-то, Дни Победы не повод для того, чтобы пропагандировать победу над немецким фашизмом, не повод пропагандировать российский фашизм. Посыл ясный, понятный, внятный, абсолютно справедливый. День Победы над фашизмом совершенно не имеет значения. Какой фашизм? Немецкий фашизм? Российский фашизм? Какой угодно, он должен быть запрещен. Ну, это хорошее, внятное послание, мне кажется, очень четкое и ясное. Еще одна хорошая новость – это то, что Армения приостановила финансирование ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще несколько месяцев назад заявил о том, что Ереван фактически заморозил свое членство в организации. Но, тем не менее, вот сегодняшняя новость, вернее, вчерашняя о том, что Армения приостанавливает финансирование ОДКБ, не принимает участие в бюджете этой организации, это еще один шаг в этом же направлении. Пока не выходит, скандалы не нужны, но фактически представители Армении не присутствуют на всяких саммитах ОДКБ, финансирования нет, то есть, ну, фактически, можно считать, что минус Армения. В этом военно-политическом блоке, который Путин так старательно собирал. Ну, и еще несколько хороших новостей. Значит, одна из них то, что российские дипломаты в Париже будут ходить по улице Навального. Улица, которая находится рядом с российским посольством, ее назовут именем Алексея Навального. Это проспект Шантмес, он переименован соответствующим решением Совет 16 округа Парижа, принял решение переименовать этот проспект в проспект имени Алексея Навального. Это недалеко от российского посольства, и там же еще будет установлен арт-объект в память о Навальном. Ну, надо сказать, что некоторое ощущение недоделанности, скажем так, неточного попадания все-таки остается. Потому что, ну, я бы сказал, такая недоработка французских властей, ну, вернее, муниципальных властей. Надо было, конечно, Бульвар Лан переименовать так, чтобы, ну, прямо, это Бульвар Лан, это один из так называемых бульваров-маршалов, на котором стоит как раз, это вот адрес посольства российского. Ну, так, чтобы прямо вот адрес был Париж, Бульвар Навального, российское посольство. Чтобы они каждый раз, когда принимали почту, и когда, так сказать, заходят в свой офис, они чувствовали, что кто есть кто. Ну, причем, ну, не знаю, я понимаю, что это все-таки такое кольцо бульваров-маршалов, а Навальный не является французским маршалом. И, ну, я думаю, что наполеоновский маршал Лан, Жан Лан был бы не в обиде. Ну, что есть, то есть. В конце концов, новость хорошая. Будут ходить по проспекту Навального. Тоже неплохо. Теперь пропущенная новость. Я вчера, когда комментировал первые указы Путина, среди прочих пропустил очень забавный указ, который обозначает, что болезненная фиксация Путина на тему истории, она прогрессирует. Этот указ, он вчера тоже был издан, наряду с прочими, он называется так, «Об утверждение основ государственной политики РФ в области исторического просвещения». Это, ну, действительно фиксация, потому что, вот, один из первых, ну, фактически в день инаугурации человек издает вот такой указ. Это, ну, по сути дела, указ о монополии, о государственной монополии на историю. То есть, там, ну, я не буду весь, конечно, комментировать, но смысл заключается в том, что историческое просвещение в соответствии с этим указом, я цитирую, «это регулируемая государством деятельность по распространению в обществе достоверных и научно обоснованных исторических знаний». То есть, исторические знания официально становятся регулируемыми государством. То есть, история – дело государственное. Не ученых, не образовательных учреждений, не академических институтов, не профессионалов, а это дело чиновников. То есть, историю нельзя доверять профессионалам. Это дело чиновников. Цель – это, там прямо написано, что, значит, в целях формирования научного понимания прошлого, почему научное понимание должно быть делом государства, непонятно. Значит, речь идет о том, что надо защитить основы российской гражданской идентичности, коллективной исторической памяти, а также в целях противодействия попыткам умоления подвига народа при защите Отечества. Ну, опять победобесия. То есть, задача заключается в том, чтобы полностью превратить в пропаганду процесс обучения истории, начиная от детских садов и до вузов. Значит, там, в принципе, в официальном тексте написано следующее, в тексте этого указа написано следующее. Задача заключается в формировании личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей и любви к родине. Ну, можно больше. Да, из конкретики, из конкретных мер при президенте создается межведомственная комиссия по историческому просвещению, которая и будет заниматься, значит, формированием вот правильной истории. Исторические вопросы могут быть вынесены, это вообще потрясающе, исторические вопросы могут быть вынесены на обсуждение Совета безопасности АРФ или Госсовета. То есть, если возникнет спор, например, по какой-нибудь дате или по какому-нибудь событию, вполне возможно, что события, значит, пакта Риббентропа-Молотова могут быть вынесены на Госсовет или Катынский расстрел, или еще что-то. Да, ну, вопросы опричнены, например, или крещения Руси. Это все могут рассматривать, например, Советы безопасности АРФ или Госсовет. Значит, ну, фактически очевидно, что с историей, с исторической наукой в России покончено. То есть, все подчинено, все будет подчинено государству. Так что вот такая вот тоже новость. Это, я не знаю, люди, которые сейчас выбирают для себя обучение на исторических факультетах, должны просто иметь в виду, куда они идут и чем они будут заниматься. Отдельно я хотел бы отметить вчерашнее выступление Владимира Зеленского, который опубликовал свое обращение к гражданам Украины по случаю Дня Победы и Победы над нацизмом. И он это сделал из подвала школы, в которой содержались эта школа в селе Ягодное в Черниговской области, где российские военные удерживали в плену сотни местных жителей. И я просто ну настолько вот я послушал это ну естественно послушал на украинском языке, но что-то можно какие-то отдельные фрагменты я хочу просто прочитать по-русски, потому что действительно очень точные слова были сказаны. Итак, все на земле знают историю и помнят, как бороться с нацизмом. Когда человечество объединяется, противодействует Гитлеру, а не покупает у него нефть и не приходит к нему на инаугурацию. Еще один фрагмент. Мир не видел угрозы, мир проспал возрождение нацизма в 5 утра 24 февраля 22 года и сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю, битва за Киев, бомбардировки Хайкова, Одессы, Днепра, массовые могилы, блокада портов, блокада портов, угон и вывоз зерна, пытки, казни, депортации детей, фильтрационные лагеря, колонны для пленных, колонии для пленных, страницы из учебников а Второй мировой Россия вернула в заголовки мировых СМИ. Страшное прошлое Россия вернула в ленту ежедневных новостей, доказывая с каждым новым преступлением нацизм возродился, только с новой маркировкой, сделано в России. Сегодня идеи Гитлера звучат на русском языке. Преступления нацистов совершаются под российским флагом. Отличия формальные. Новый вермахт, ворвавшийся в Украину, носит на рукавах двуглавого орла. Новые фау, это калибры и кинжалы. Новые люфтвафты, миги и сушки. Новая свастика, зетка. Новый гитлерюгинг, юнармия. Таких параллелей десятки, таких подражаний сотни. Если современный Кремль походит на Третий рейх во всем, то и конец его должен быть идентичным. В новом Нюрнберге, в городе Гааге. Как и в 45-м, это способен сделать только объединенный свободный мир. Объединенный в антипутинскую коалицию. По сути дела, это обращение конечно не только к гражданам Украины, обращение ко всему миру. И действительно, именно в день победы, вчера, в день победы 8 мая, это я надеюсь, что будет услышано очень многими, услышано десятками миллионов людей по всему миру, которые вполне в состоянии оказать какое-то давление на своих политиков, для того, чтобы действительно была создана настоящая антипутинская коалиция по аналогии с антигитлеровской. Ну, просто потому, что действительно там очень правильно сказал президент Украины о том, что Путин не остановится, Путин будет искать новую жертву, и его цель это загнать вот в этот подвал фактически весь мир. То есть достаточно точная оценка того, с чем мы имеем дело. Ну, фактически действительно на сегодняшний момент вот эта дата разгром Третьего Рейха, она как-то очень точно указывает на то, на ту главную задачу, которая сейчас вновь стоит перед всем человечеством. Уничтожить вот этот вот Путинский рейх, который сегодня представляет собой опасность для всего мира. Перехожу к ответам на ваши вопросы. Александр Т. Господин Яковенко, вопрос неоднократно вспоминается, что разгром НТВ начался уже во время первого срока одного персонажа, и это преподносится как начало наступления на независимую журналистику. Но ведь Немцова мочили именно на НТВ, в том числе по прямому указанию владельца канала НТВ. Тогда о какой независимой журналистике может идти речь? И далее Александр пишет. И еще вы прямо в последних передачах упомянули, что Немцова информационно мочили и Гусинский и Березовский, как никого прежде. Сразу хочу оговориться, вот насчет никого прежде я такого не говорил. наряду с прочими, то есть это вот вы просто, ну, интонация, конечно, мелочи, но здесь вы мне приписываете лишнее. Дальше, значит, мочили Немцова информационно, Гусинский и Березовский, но Даренко и компания ведь переплюнули данные действия по отношению Клушкова и Примакова. И пресловутый Киселев был на ТВЦ и как бы иногда отвечал Даренко. Мораль. Не пора бы признать, что независимых журналистов или журналистики уже в принципе не существует. Уважаемый Александр, вот это очень расхожее мнение. Ну, давайте сначала по фактам. Да, безусловно, то, что атака на Немцова была согласованная и соперники, а впоследствии просто-напросто представители по разной стороны информационной войны, находящиеся Гусинский и Березовский, объединили свои усилия для политического изничтожения Немцова. Что им, кстати говоря, удалось? Его рейтинг за очень короткое время упал во время этой, в результате этой атаки упал, дай бог памяти, с 26%, но это у него был президентский рейтинг, что называется, и он был, в свое время он лидировал, у него был номер один рейтинг, следом за ним шел Лебедь и только потом Григорий Явлинский. Ну, у Ельцина тогда рейтинг, да, у Зюганова был значительно ниже рейтинг, но у Ельцина он вообще был практически нулевой в тот момент. Так вот, и вот с 20, если не ошибаюсь, 6% рейтинг Немцова упал до единицы фактически. То есть, о чем это свидетельствует? Безусловно, НТВ это частный канал, его владелец Гусинский, и понятно, что Гусинский влиял на политику НТВ. Безусловно. Значит, так что здесь сомнений нет никаких. Конечно, от чего, когда мы говорим независимость, независимость от чего? Независимость от государства. Она была безусловна. Это был канал независимый от государства. Значит, он, конечно, был зависим от его владельца. Это было очевидно. Так что здесь в чем смысл, в чем преимущество, почему я говорю о том, что уничтожение разгрома НТВ это была действительно большая проблема. Это была огромная утрата. Во-первых, несмотря на то, что НТВ безусловно был частный канал, который зависел от владельца, это, тем не менее, был канал достаточно высокопрофессиональный. То есть, это были профессионалы, это был действительно хороший журналистский коллектив. И в тех вопросах, то есть, Гусинский не вмешивался в каждую новостную программу, не вмешивался в содержание журналистских расследований, ток-шоу и так далее. То есть, на самом деле, это был достаточно качественный канал. Значит, то, что Гусинский использовал этот канал в каких-то коммерческих и политических целях, это хорошо известно. В частности, в процессе борьбы за связь инвест, там тоже это было использование. То есть, информационные войны между Гусинским и Березовским, они были очевидны. Ну, и во время избирательной кампании, когда Березовский со своим каналом, что называется, был на стороне Путина, а, значит, Гусинский был против. То есть, это тоже была такая битва, в результате которой Березовский выиграл. теперь, значит, что касается того, что с независимой журналистикой. В чем смысл существования вот таких разных каналов? Потому что должен быть плюрализм. Вот, в результате того, что были разные каналы и была разная точка зрения, то человек, который хочет получить объективную информацию, он как бы начинает обладать бинокулярным зрением. Посмотрел один канал, там с одной стороны освещается, другой с другой, ты можешь выбрать, и ты можешь увидеть разные точки зрения. Ну, кроме всего прочего, то количество тем, по которым задается владельцем какой-то вектор, он весьма ограничен. Поэтому по большинству абсолютному большинству тем, так сказать, каналы действительно, ну, в частности НТВ давало объективную информацию. Если мы говорим о независимых каналах, то, ну, вот, я, ну, например, мой YouTube-канал, он, он, зависит. Зависит от чего? Он, прежде всего, зависит от моих предпочтений и пристрастий. Безусловно, я не являюсь человеком, который смотрит на, так сказать, мир откуда-то из космоса. Я живу здесь, живу здесь и сейчас, и мои предпочтения, они во многом влияют на канал. То есть, на самом деле, тем не менее, я могу себя назвать независимым журналистом. По очень простой причине, потому что меня никто не содержит. Я живу на средства, которые я зарабатываю на этом канале. Сам зарабатываю с вашей помощью. Мои финансы зависят, мое финансирование канала зависит от ваших пожертвований, прежде всего. но, как я уже не раз говорил, значит, если, например, кто-то подписывается на Патреон, я, и кто-то, кто-то является спонсором канала, я всем этим людям очень-очень благодарен, так же, как и всем слушателям и зрителям канала. Но это не значит, что вы можете влиять на мою позицию. При всем уважении моя позиция не покупается. Вот, поэтому, знаете, как говорилось, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. То есть, в известной степени я действительно благодарен тем, кто финансирует наш с вами канал, я его действительно считаю нашим с вами, но, так сказать, я содержание, контент не зависят. Я в целом ряде случаев советуюсь с вами, но никаким образом это не значит, что, ну, последнее слово, конечно, остается за мной. Так что, независимая журналистика есть, бывает. Вот, я себя считаю независимым журналистом, и целый ряд людей, которые работают сейчас на таких же условиях, они тоже могут себя считать независимыми. Виктор Степанов. Одну из своих передач вы посвятили Александру Валерьевичу Скобу в связи с его арестом 2 апреля сего года. Вы рассказывали, какой замечательный этот человек. Я в настоящее время ищу последние новости об Александре Валерьевиче. Ничего не было, не сообщается, кроме того, что он был помещен в СИЗО. 4 апреля, так, в связи с тем, что вы говорили, что этот человек с серьезными проблемами со здоровьем, и что он демонстративно не взял с собой лекарства при аресте, и уже прошло больше месяца со дня его ареста, есть причины беспокоиться, жив ли он сейчас вообще, и где он сейчас, что с ним происходит. Есть ли у вас информация, расскажите, пожалуйста. Все, что я знаю, что он был этапирован из Петербурга в СИЗО в Коми, в республику Коми, ну, после этого другой информации нет. К сожалению, очень сложно выяснять, где он находится, но вот последняя информация, что он был этапирован в Коми. То, что происходит с ним, это, конечно, это ужасная история, потому что человек немолодой и очень-очень больной. Помимо того, что этот человек действительно, ну, я вот по уровню сочетания беспримерного мужества, абсолютной принципиальности, и ну и плюс еще, безусловно, высокий интеллект. Это все в сочетании делает Александра Валерьевича уникальным совершенно человеком и безумно жалко, что он сейчас находится в тяжелейших состояниях, что просто прямая угроза его жизни. Автор вопроса называется Кефал. Вы часто в своих эфирах высказывались о будущем путинского режима, в том числе и о возможности его краха. На данный момент по прошествии двух лет, как вы считаете, путинский режим рухнет или все же окаменеет? Уважаемый коллега, мы живем, как мы уже с вами многократно фиксировали, что мы живем в вероятностном мире. То, что в конечном итоге путинский режим рухнет, это у меня не вызывает сомнения. Произойдет ли это, скажем, в обозримый период или он должен пройти какой-то период окаменения, это отвечать на этот вопрос каким-то образом вот сейчас с моей стороны было бы безответственно. Это зависит от очень многих обстоятельств. Это зависит в значительной степени от ситуации на поле боя, которая, в свою очередь, во многом зависит от, практически полностью зависит от поставок вооружения. Поэтому прогнозировать довольно сложно. Это зависит от многих, я бы сказал, с точки зрения каких-то больших исторических процессов, случайных явлений. Понимаете, вот марш Пригожина, это что? Это было обусловлено какими-то всемирно историческими процессами? это было явление, которое было связано с действиями какого-то конкретного человека. В известной степени это та самая свобода воли, которая во многом отличает процессы физические, механические, в которых есть вот такая лапласовская причинность. Когда зная координаты системы в какой-то момент времени и зная какую-то динамику системы, ты можешь соотносительной точностью предсказать состояние системы в другой момент времени. Это и для физических систем не совсем так, но если брать социум, то тут поправки как раз на свободу воли. Поэтому предсказывать довольно сложно. Я думаю, что наиболее вероятный момент, наиболее вероятный сценарий это то, что путинский режим все-таки рухнет в результате ударов извне и в результате того, что под действием ударов извне проснется, будут запущены какие-то внутренние процессы. Когда это произойдет? Я все-таки думаю, что до конца своего шестилетнего срока Путин не досидит. То есть до 2030 года произойдут события, в результате которых с Россией начнутся происходить серьезные процессы. я надеюсь, что самый оптимальный процесс, он очень болезненный, но оптимальный, это все-таки дезинтеграция, это все-таки центробежные тенденции и в конечном итоге распад России. Ну, вот такой у меня прогноз. То есть, он не очень точный по понятным причинам, но как тенденция, я думаю, так. Что же касается окаменевания режима, это версия, вот этот сценарий, о котором вы говорите, что режим окаменеет, он был очень вероятен до 24 февраля 22 года. Вот до 24 февраля 22 года я бы сказал, что наиболее вероятная версия это окаменевание режима, то есть, такое вот превращение его в такую окаменелость. И в таком состоянии он действительно мог существовать длительное время. Сейчас, я думаю, что такой опции окаменевания у этого режима нет. Или она крайне маловероятна. Ну, какое окаменевание в условиях войны? А Путин войну не прекратит. Так, Сергей. Может быть, наивный вопрос, но все же, почему многие ненавидят евреев? Откуда пошли корни антисемитизма? Уважаемый Сергей, это тема, по поводу которой написано тысячи томов, и в том числе ваш покорный слуга, у меня было большое исследование, и книжка написана в соавторстве еврейский народ в России, кто и зачем к нему принадлежит. антисемитизм. ну, если очень коротко, тезисно, то есть исторические религиозные истоки антисемитизма. Это, прежде всего, значит, то, что христианская религия, так сказать, в основе своей доктрины, она, в общем-то, направлена против евреев, то есть, значит, поскольку христианство было изначально сектой внутри, так сказать, внутри иудаизма, и, естественно, выходя из этой секты, оно было направлено против, так сказать, родоначальной вот этой религии иудаизма. Значит, там, евреев обвиняли в отрицании божественной природы Христа. помимо этого, исторически евреев часто обвиняли в ростовщичестве, которым, то есть, занятие, которым запрещено было заниматься христианом в средневековой Европе. Вот, помимо этого, тот исток иудафобии, который был в Древнем Риме, он в какой-то степени сохранился и до сегодняшнего момента. То есть, это то, что иудафобия в Древнем мире, в частности, в Древнем Риме, была вызвана тем, что евреи существовали обособленно от других народов и не склонны были интегрироваться в Древнеримское общество, в отличие от других народов, которые, находясь в составе Римской империи, в общем, охотно шли на интеграцию в эту империю, в отличие от евреев, которые, так сказать, не хотели этого делать, и поэтому они воспринимали на себя вот эту функцию чужого. Еврей это был самый удобный чужой и в Древнем Риме, и в Средневековой Европе, да и в Европе нового времени, и сегодня. Значит, вот эта функция чужого, она в значительной степени сохраняется с древнемирского, так сказать, основы юдафобии до сегодняшнего момента. Ну, еще одна, еще одна, так сказать, еще один исток юдафобии, это, значит, определенное отличие евреев в том, что евреи на протяжении длительного периода в силу, так сказать, особенностей своей истории всегда уделяли особое внимание образованию. У евреев сам этот народ самый первый в истории человечества ввел всеобщее образование, всеобщую грамотность, всеобщая образованность, и в силу этого повышенная концентрация ученых, повышенная концентрация успешных ученых, успешных людей творчества и так далее. Ну, вот, любопытно высказывание Сартера, который считал, что антисемит является завидующей воинственной посредственностью, которая возводит свою посредственность в предмет гордости. По этому поводу есть такая, ну, не то чтобы шутка, но высказывание тоже, что у англичан нет антисемитизма, поскольку англичане не считают себя глупее евреев. Вот, ну, обычная классика жанра, когда пересчитывают количество нобелевских лауреатов, и вот говорят, что вот почему, так сказать, вот евреям так везет. Евреям не везет, евреи просто привыкли за за две тысячи лет своего, так сказать, изгнания привыкли, в общем-то, работать, добиваться, учиться, стараться, преодолевать трудности и так далее. Значит, отдельная проблема в современном мире, в 21 веке, отдельная проблема составляет вот именно отдельный исток юдафобии, это арабская юдафобия. В арабском мире юдафобия является зачастую просто как государственная политика. Сегодня уже практически ни кровавый навед не является каким-то доминирующим в западном обществе или вообще во всем мире. А вот в арабском мире кровавый навед по-прежнему еще воспринимается всерьез. всерьез воспринимается протоколы сионских мудрецов, которые в большинстве стран, практически во всех странах, от которых отказались. Весьма распространенной в арабских странах является отрицание Холокоста. Ну и так далее. Вот все эти мифы и сказки, от которых в большинстве стран мира отказались, в арабских странах они пользуются популярностью. Ну и в конечном итоге можно сказать, что очаг современного антисемитизма в значительной степени находится на Ближнем Востоке в арабском и мусульманском мире. Связано это еще и с образованием государства Израиль. и зачастую антисемитизм и антиизраильская политика это разные безусловно вещи. Можно критиковать Израиль не будучи антисемитом, но в сегодняшнем мире зачастую антиизраильская политика является ширмой для реального антисемитизма. Ну вот если очень коротко тезисно, то так. Сергей из Латвии. Александр, что мне отвечает своим знакомым, которые поддерживают политику Кремля и когда я им говорю, что война против Украины и оккупация чужих территорий это безумие, они говорят, все началось с того, что Украина 8 лет бомбила Донбасс. Вот Россия ответила. Ну, уважаемый Сергей, я думаю, что в 99% случаев, вот когда вы сталкиваетесь с такими людьми, то что бы вы не сказали, это будет все мимо, это все будет мимо ушей, мимо мозга, все это будет скользить по поверхности, но я думаю, что если все-таки перед вами человек, который готов слушать, ну, расскажите ему о этому человеку, или просто покажите видео, его легко найти в интернете, где Гиркин рассказывает, как он со своим отрядом пришел, россиянин Гиркин, сотрудник ФСБ, Игорь Гиркин пришел со своим отрядом на Донбасс, в город Славянск, и запустил вот этот вот, запустил эту войну. Понимаете, не не какие-то там шахтеры и трактористы, а именно российская спецслужба, российский офицер в отставке собрал банду головорезов, пришел в Торксе на территорию Украины, значит, перерезал местную власть, захватил, захватил фактически город, вот, и дальше уже, так сказать, пошла-поехала эта война. То есть, эта война была развязана Россией, которая захватила часть, захватила Крым, захватила часть украинской территории, и в результате возникла вот эта война. И то, что дальше происходило, это целиком ответственность Российской Федерации. Так, вопрос от Деспресс, Делагуэра. Так выглядит имя человека в интернете. Александр, можете поподробнее о помощнике Невзорова, если вам удобно говорить об этом, или просто укажите, где почитать. Ну, я так понимаю, что речь идет не обо всех помощников Александра Глебовича Невзорова, когда он был депутатом. Всех я, естественно, не знаю. Речь идет, я так понимаю, мы в прошлом разговоре, если не ошибаюсь, кажется, даже вчерашним. Я, отвечая на вопрос об убийстве Галины Васильевны Старовойтовой, сказал, что один из заказчиков этого убийства какое-то время работал помощником депутата Невзорова. Это был такой Барсуков Владимир Сергеевич, он же Кумарин, он же Кум. Это российский криминальный авторитет, лидер так называемой Тамбовской организованной преступной группировки, которая в значительной степени контролировала Санкт-Петербург. И это группировка была связана лично, Барсуков был связан с Путиным, который в то время был председателем комитета мэрии по внешним связям. И эта криминальная связь с Путиным в значительной степени позволяла некоторое время Кумарину, точнее Барсукову, в то время он сменил фамилию, позволяла ему уходить от ответственности. И в частности знаменательная история, когда он все-таки был арестован, то он обратился к суду с очень такой обширной, пространной речью, в которой намекал, что в принципе он молчать не будет, и если что он все расскажет. Ну, тем не менее, после совершения целого ряда преступлений, среди которых были заказные убийства, рейдерские захваты целого ряда петербургских объектов, в частности магазинов, он был обвинен и арестован. До ареста он как раз работал помощником депутата Госдумы Александра Невзорова. Значит, количество приговоров, я сейчас затрудняюсь сказать, значит, у него было сначала 14 лет, я помню, когда я пытался разобраться в ситуации с убийством Старовойтова, я пытался понять все-таки мотивы. Ну, вчера я говорил по поводу мотивов, я не буду повторяться, иначе мы по кругу будем идти. Но вот то, что в конечном итоге у него там у Барсукова, поскольку другой бандит из этой Тамбовской группировки, бывший депутат Государственной Думы Михаил Глушенко, значит, он заключил со следствием досудебное соглашение и, значит, назвал как раз Барсукова заказчиком убийства, после чего Барсуков, если я не ошибаюсь, был приговорен к 24 годам лишения свободы, ну, на самом деле, в настоящий момент он там и находится. Вот, ну, это, это как бы такой краткий, очень тезисный, тезисное сообщение. Я специально не занимался исследованием Тамбовской ОПГ, но это была ведущая преступная группировка, наряду с там целым рядом других, которая, по сути дела, владела, в 90-е годы владела ночным Санкт-Петербургом. Ну, в Петербурге это была фактически параллельная власть. Так что его союз с Путиным, он был вполне себе равноправным. То есть, неизвестно, кто здесь был старшим партнером. Евгений Мирошниченко извиняется за громоздкую подводку к вопросу. Ну, зачитаю. Я целиком поддерживаю ваш зарок критиковать украинский политикум и также помню ваше объяснение к тому, что в воюющей стране по понятным причинам демократия поставлена на паузу. Соответственно, не может стоять вопрос о выборах, протестах, правительстве народного единства и так далее. Я не собираюсь вас провоцировать, пишет Евгений, но тем не менее, давайте порассуждаем теоретически о перспективах демократии в военный и поствоенный период. Предположим, тоталитарный режим страны П положил глаз на соседнюю страну У с целью подмять ее под себя. Для этого были предприняты гибридные меры и так далее. В какой-то момент режим решил перейти к окончательному царапу, но неожиданно встретил отчаянный отпор. Началась полномасштабная война. Правительство У, разумеется, объявило военное положение со всем вытекающим. И предположим, чисто гипотетически, что правительство в значительной степени коррумпировано, тяготеет к автократии и несменяемости. Период военного положения здесь я пропускаю, потому что все достаточно понятно. Смысл заключается в том, что победа и возвращение к мирной жизни отодвигается на неопределенный срок, потому что даже освобождение территории не снимает угроз. И, соответственно, военное положение может стать перманентным. А общественный контроль за властью подавлен. Значит, и смысл заключается в том, что власть может быть заинтересована в сохранении вот такого положения и фактически это может привести к превращению молодой демократии в очередной банановую республику, пишет автор вопроса. Значит, и вот вопрос, как предотвратить такое развитие события, если оно будет возможным? Какие у еще живого гражданского общества есть законные методы сопротивления автократии в описанных условиях, без критического раскачивания лодки, или же только военный переворот? Не хотелось бы услышать в ответ в духе в стране ум есть решительный и свободолюбивый народ, который обязательно ведет порядок. Я верю, что когда-то так и будет, но дело в цене. Значит, смотрите, изначально поскольку мы все понимаем, что это не какие-то вымышленные страны Р и У, это понятно, что речь идет о конкретной ситуации России и Украина. Ну, насчет России здесь все более-менее понятно, вопроса даже нет, а вот что касается Украины, то я все-таки думаю, что во-первых, на сегодняшний момент сохраняются и возможности высказываться и возможности высказывать и отстаивать свою точку зрения в стране действуют совершенно спокойно. Есть и политическая жизнь, есть и оппозиция и в общем понятно, что нет выборов, да, это правда, да, нет, скажем, достаточного плюрализма в телевизоре, но плюрализм в интернете сколько угодно, поэтому сегодня какие-то движения власти в сторону, так сказать, ведь, понимаете, какая штука, дело в том, что для того, чтобы реализовался тот сценарий, о котором вы говорите, власть в известной степени должна пойти на какое-то предательство, то есть она должна сознательно тормозить победу, потому что понятно, что в случае победы демократия возвращается, и здесь вот в условиях например замороженного конфликта возможно и уже откровенное народное сопротивление, если народ почувствует, что власть не хочет сменяться, поэтому я думаю, что если будет ощущение того, что власть искусственно затягивает конфликт, я так понимаю, что именно этот сценарий вас пугает, то тогда я думаю, что вполне возможно, что и народное сопротивление возникнет, ну и прежде всего, это прежде всего почувствует армия, понимаете, поскольку армия находится в самом таком уязвимом положении, то любая попытка затягивания конфликта, любая попытка предательства фактически, армия будет воспринята наиболее остро, поэтому я думаю, что и власть это тоже чувствует, так что мне представляется, что самый главный процесс все равно это война сегодня, сегодня война главный процесс, а вот что касается сменяемости власти, видимо, это задача следующего порядка и следующего состояния страны, все будет зависеть от ситуации на войне, это главное, насколько эффективно власть будет действовать, пока я так понимаю, что есть в обществе концентр, понимаете, вот я вижу, что в стране есть реальная социология, и она показывает, то есть есть индикатор, да, нет выборов, но есть социология, и она показывает, что пока власть пользуется поддержкой, я думаю, что если и когда случится такое, что власть перестанет пользоваться поддержкой, то тогда вполне возможно, что и тогда возникнет вопрос о смене власти, даже в условиях войны, и думаю, что это будет возможно даже так сказать, без каких-то, без выборов, то есть это будет кризис серьезный политический, после которого смена власти может произойти без всяких выборов, но еще раз подчеркиваю, для этого нужна эта ситуация, которая сейчас пока даже не просматривается, потому что воля народа совершенно очевидно направлена на то, чтобы коней на переправе не менять, поэтому еще раз подчеркиваю, все-таки несмотря на сворачивание демократии в условиях войны, в Украине сохраняется достаточный уровень демократии, который не позволяет власти окаменеть, забронзоветь и превратиться так сказать в самодостаточную и самовоспроизводящуюся систему, как в России например. Герман, вопрос от Германа, вы слышали наверное, что за границей находится в настоящее время около 850 тысяч украинских мужчин, которые покинули Украину и не хотят возвращаться обратно из-за страха оказаться мобилизованными. Что думают украинцы, которые остались в Украине об этой очень большой группе мужчин? Раньше таких называли дезертирами. Не так ли? Я понимаю, что они не хотят умирать, но при этом Украина ожидает помощь от войск НАТО. Маленькие поправки к самой формулировке вопроса уважаемый Герман. Во-первых, Украина не ожидает помощь от войск НАТО, она ожидает помощь от НАТО оружием. Еще раз подчеркиваю, это важно. И вот в конструкции вашего вопроса это важно. То есть Украина не просит страны НАТО помогать войсками, она просит помогать оружием. Это существенная поправка. Вторая существенная поправка заключается в том, что есть разница между дезертирами. Дезертир это военнослужащий, который сбежал с поля боя или просто сбежал из своей воинской части. Это дезертир. А те люди, о которых вы пишете, называются уклонистами. Разница есть и довольно существенная. Она и юридически эта разница существенна и сущностна по отношениям. Теперь, что касается отношений, прямого ответа на ваш вопрос. Я думаю, что я могу ответить на ваш вопрос, опираясь не на свое личное мнение, которое здесь не имеет никакого значения, а на исследования, которые, поскольку я постоянно слежу за исследованием, в том числе, которое проходит в Украине, то вот исследование, которое я сейчас процитирую, это опрос Института социальной и политической психологии, академического, академический институт, который он провел совместно с Ассоциацией политических психологов Украины, и этот опрос был презентован 1 апреля этого года, то есть относительно свежий. Так вот, внимание, почти 54% респондентов украинцев согласны с утверждением, что тех, кто уклоняется от мобилизации, можно понять, ведь никто не хочет умирать. 17% с этим не согласны, 29% не имеют четкого ответа. То есть, скажем так, большинство украинцев с пониманием относятся к уклонистам. Это не означает, что они их поддерживают, но они с пониманием относятся. 43% украинцев ответили, что испытывают стыд за мужчин, которые скрываются от мобилизации. То есть, смотрите, вот 54% с пониманием относятся, 43% испытывают стыд за них. То есть, вот это довольно противоречивое отношение к уклонистам и к мобилизации в целом, оно очень характерно для Украины. Это, безусловно, серьезный вызов для военного и политического руководства Украины. Так что, проблема здесь есть, она существует. Вот, сейчас, сейчас как раз, насколько я понимаю, военное и политическое руководство Украины занимаются попытками решить эту проблему. Закон принят, вот, ну, дальше, дальше, так сказать, посмотрим. Ну, вот, ответом на ваш вопрос, я думаю, что служат как раз результаты этого исследования довольно свежего и, которое показывает противоречивые отношения. Все-таки, некоторое большинство с пониманием относится к тому, что люди, в общем-то, не хотят умирать. Так, Влад задает вопрос, согласны ли вы с Васленским, что в СССР реальным собственником была номенклатура? Если да, то почему номенклатурщикам не удалось приватизировать предприятие и снова стать хозяином страны? Вы знаете, я бы, я бы так сказал, ну, я в целом достаточно уважительно отношусь к исследованиям Васленского, но я согласен с тем, что реальным собственником была номенклатура, вернее так, в России всегда власть и собственность были слиты. Редкие моменты, когда они начинали отделяться, они были скорее эпизодами. В основном власть и собственность были слиты, причем власть первична. Вот в России не действует вот этот марксистский принцип о первичности экономики. В России всегда первична власть. Номенклатура и логика здесь очень простая. Номенклатура потеряла власть, вернее так, номенклатура, которая была властью, ее потеряла. Отдельные номенклатурщики сохранили власть, но уже не как номенклатурщики, а как отдельные, так сказать, автономные как бы субъекты, которые смогли влиться в новую конструкцию власти. я надеюсь, что я ясно выражаюсь. То есть, опять-таки, номенклатура как некая корпорация номенклатурная, она власть потеряла. Но, ну, то есть, понятно, что номенклатура, она была спаяна в Советском Союзе властью КПСС. И КПСС эта власть потеряла. Значит, и, но отдельные представители аппарата КПСС, так сказать, красные директора, сотрудники силовых структур, они оказались инкорпорированы в новую систему власти, которая, которая, так сказать, по-прежнему контролировала в том числе и собственность. Поэтому отдельные представители номенклатуры, они, в общем, сохранили свою возможность приобретать собственность. Но в целом номенклатуры, безусловно, власть потеряла, а вместе с ней и собственность тоже. Так что, так что, некоторые номенклатурщики, кстати говоря, приватизировали предприятие, но в целом, да, в основном крупная собственность перешла в руки не красных директоров, а у красных директоров это было фактически отобрано и перешло в другие руки. Так, Илья, интересно, как и в каком возрасте менялось ваше отношение к цирку с животными? Почему в России, если не ошибаюсь, еще в Китае до сих пор цирк с животными популярен, воспринимается как норма? Вы знаете, уважаемый Илья, дело в том, что цирк с животными мне не нравился никогда. И я точно знаю, когда у меня окончательно сформировалось мое отношение, негативное отношение к этому явлению. Дело в том, что я в послешкольный период очень много менял мест работы. Ну, мне даже пришлось в результате одного из мест работы выбросить свою трудовую книжку, потому что я работал в уголке Дурова, так называемый Театр Зверей имени Дурова. И поскольку там не было других вакансий, не было вакансий дрессировщика, то меня взяли на вакансию служитель при слоне. Слона я, правда, там не видел, занимался дрессировкой лисенка, потом научил броненосца делать змейку, еще пытался обучить ворона говорить. Короче говоря, проработал я там несколько месяцев, а оттуда уволился, потому что меня как раз не устроило жестокое обращение с животными. И отношение к цирку с животными у меня с тех пор совершенно жестко негативное, так что ничего мне менять не пришлось. Это вот, ну, сколько я себя помню, я негативно относился к цирку с животными. Ну, а трудовую книжку пришлось выбросить, потому что каждое новое место работы, куда я приходил, меня, глядя на трудовую книжку и видя, что там написано служитель при слоне, каждый кадровик обязательно говорил, нет, у нас слона нет, поэтому здесь твои знания не пригодятся. Мне это надоело, я выкинул эту трудовую. Вот. Вопрос от МОНы. Что вы думаете о результатах опроса? И далее МОНа приводит вопросы на сайте Ходорковский лайв, где, говорится, спрашивают о легитимности Путина, ну, естественно, подавляющее большинство говорит о том, что Путин нелегитимен. Отношение у меня к этому очень простое. Репрезентативность этого опроса, если брать обычно слово репрезентативно по отношению к чему? По отношению к какой? То есть, к какой генеральной совокупности? Если под генеральной совокупностью этого опроса кто-то пытается предположить, что это население России, то, конечно, никакой репрезентативности нет. Если это количество подписчиков значит вот этого ресурса, то вполне возможно, и то вряд ли, потому что здесь так сказать респондентов выбирает не социолог, который в состоянии выдержать какие-то пропорции, а они сами, кто, то есть, это наиболее активная, скажем так, часть пользователей этого сайта. Точно так же, когда ваш покорный слуга проводит опросы, я провожу опросы на сайте нашего с вами YouTube канала, то я прекрасно отдаю себе отчет, что это никакое не отражение, это определенный срез, это подписчики нашего с вами канала, и причем самая активная их часть, потому что далеко не все принимают участие. Обычно в опросе принимают из 264 тысяч подписчиков где-то порядка 10-15 тысяч, понятно, что это самые активные, но тем не менее, какой-то срез мнения нашей аудитории мы получаем, для этого вполне справедливо проводить такие опросы, но важно не экстраполировать их на не считать, что это мнение общества, это большая ошибка. Георг, позвольте задать вам вопрос, не относящийся напрямую к сегодняшней действительности, к войне в Украине, позвольте к вам, как человеку, неплохо знающему историю, уважаемый Георг, я дилетант, я не профессиональный историк, я, конечно же, интересуюсь историей, и пытаюсь как-то пополнить свои исторические знания, но я точно не историк профессиональный. Итак, вопрос, тем не менее, почему Киевская Русь считается государством, каковы критерии государственности Киевской Руси, вот, Великое Княжество Литовское, это точно государство, есть статут, есть законы, есть Магдебургское право у городов, внутри государства, города не воевали между собой, Новгородская республика государства, с законами, там внутри между собой тоже не воевали, речь посполитая, государства, в Киевской Руси все князья родственники, и пойти войной на брата, собрав войско, значит, убить его, по дороге разорив несколько городов, убив при этом князей, это прямо традиция, сейчас это называется междоусобными войнами, ну извините, Новгород, Киев, Псков, Полоцк, Лип, Витязь, это что, усобицы какие-то? Тогда каким правом управлялся это государство? Насколько я понимаю, централизованная власть была церковная, и эта церковная власть считается основой этого государства. Так, уважаемый Георг, давайте мы точки на две расставим. Киевская Русь, это безусловно очень типичное, ну я бы сказал, такое, такая обычное, обычное средневековое государство, типичное. Ну, все средневековые государства отличаются друг от друга, но тем не менее, вот это вот абсолютно типичное средневековое государство, в полном смысле этого слова. Что касается каким правом управлялся, ну, хорошо известно, что в начале 11 века это сформировался первый письменный свод законов, назывался Русская Правда. Вот, потом Правда Ярослава, потом Правда Ярославичей, потом Устав Владимир Всеволодовича, то есть, ну, короче говоря, законы были в Киевской Руси, вот, я только что назвал эволюцию законодательства в Киевской Руси. Теперь, что касается междоусобных войн, ну, это как раз очень типично для средневековых государств, очень типично, просто не было ни одного средневекового государства в Европе, именно европейские, то есть, Киевская Русь, это была до банальности типичным европейским средневековым государством, и междоусобные войны были по всей Европе, ну, я не буду перечислять здесь всех междоусобных войн, ну, вот в Англии война Алый и Белый Рос, это вот знаменитая война ланкастеров против йорков, типичная, типичная такая вот война, значит, в одном государстве, воевали еще как, и Англия, и Франция, ну, практически междоусобица, вот эта вот, она раздирала практически все средневековые государства, так что, не волну, не, будьте уверены, что Киевская Русь, это именно типичная, вот, до, до того, как напала Орда, это было очень типичное средневековое государство, в отличие, кстати говоря, во многом, в отличие от Великого Княжества Московского, вот это уже, это уже, это уже, это уже другое, здесь другие нормы, другие правила, вот, ну, хорошо, в общем, разобрались, я надеюсь, вопрос от Кантропа, как вы оцениваете концепцию общественного развития Джареда Даймонда, изложенная в книге «Ружья, микробы и сталь» и других работах, согласно которым степень и темпы качественных изменений различных цивилизаций определяются совокупностью климата, географического положения материков, биологического разнообразия иных факторов. Не кажется ли вам эта теория усложненной до состояния размытости самой проблемы? Уважаемый Кантроп, я это очень интересная концепция, я не считаю, что эта теория усложненная, не считаю ее размытой, там, размытой проблемой и так далее. Это очень интересная концепция, тем более, что она изложена в блестящей, в блестящей публицистической форме. Вы знаете, там много очень таких жемчужин разбросано по этой книге, в частности, чего только один принцип Анны Карениной стоит, который используется в целом ряде научных отраслей науки. Насколько я понимаю, одним из первых сформулировал именно автор этой книги в своей работе. Что мне не близко, я сразу могу сказать. Все-таки, несмотря на, вот как вы говорите, усложненность свою, автор выделяет именно географию, природный фактор, как основной. И вот мне географический детерминизм не близок. Близко мне то, что этот подход автора этой книги, он направлен против расизма. Когда превосходство и доминирование европейской цивилизации объясняется, так сказать, какими-то генетическим превосходством белого человека. Вот это он отбрасывает. Это здорово, это очень правильно. Никакое генетическое превосходство белого человека не объясняет доминирование европейской цивилизации на протяжении нескольких веков последних. Но и географический детерминизм мне кажется несколько преувеличен. Потому что у него же основная идея просто то, что в Евразии удалось одомашнить большое количество диких животных, чего не удалось ни в Африке, ни в обеих Америках. Ну, до колонизации. Значит, и плюс еще растения, что не удалось оккультурить, использовать зерновые. Ну, простите, вот то, что мне бросается в первую очередь в глаза, это то, что, ну да, в Евразии удачно получилось выращивание зерновых, но в обеих Америках гигантское превосходство в клубневых, то есть картофель, батат, маниока, которые дают очень серьезные урожаи, а в Евразии ничего этого не было. В Евразии была репа из таких культур, которые изначально, местных культур. Ничего похожего по урожайности и по роли, так сказать, возможности для избыточного пропитания, которое является основой вот такой цивилизации, не было. Поэтому не работает это, просто не работает по факту. Поэтому мне не нравится принижение социокультурных развития. Географический детерминизм не объясняет целиком. Он работает как вспомогательный фактор, но в основе гегемонии доминирования Запада, возвышения Запада лежат все-таки социокультурные факторы, а не географические. но то, что там совершенно блестящие находки по пути были сделаны, это бесспорно. Работа очень полезная, рекомендую. Кухонный крабик. Интересно ваше мнение о проблеме ограниченного ограничения всеобщего избирательного права. Речь не о лишении этого права целых групп и слоев населения в диктаторских режимах. Несомненно, это ужасно и заслуживает осуждения. Я говорю о возможности цивилизованного регулирования такого института по аналогии с некоторыми другими. Например, водительские права. Далеко не все взрослые населения обладают ими. Нужно сначала сдать экзамен, купить машину, наездить опыт. Государство механизм гораздо сложнее, местами опаснее автомобиля. Но допуск к управлению тем не менее всеобщий. Может быть это не так уж и плохо. Уважаемый коллега, вот здесь у меня совершенно железобетонная позиция. Любая попытка установить какой-то механизм регулирования института выборов, ну за исключением так сказать жестких правил, одинаковых для всех. Любая попытка ввести какой-то ценз или так сказать, я не знаю, экзамен или еще что угодно, любая попытка ввести регулирование института выборов приведет к тому, что борьба за власть переместится в сферу борьбы за механизм регулирования. Объясню сейчас на примере. Вот на сегодняшний момент мы видим в Соединенных Штатах Америки погрузились в американскую проблематику в связи с проблемами Украины и Израиля и мы увидели, что во многом борьба за голоса избирателей переместилась в Соединенных Штатах Америки в миграционную проблему. Почему? Потому что ослабление контролем за миграционными процессами приводит к тому, что увеличивается количество мигрантов, которые голосуют за демократическую партию. Я очень огрубленно говорю. И это не я просто как пример. Понимаете, значит, любая попытка переношусь к вашему вопросу, значит, любая попытка ввести какой-то механизм регулирования допуска определения того, кто может, кто не может голосовать в обязательном порядке, приведет к тому, что политический процесс станет борьбой за определение этого механизма. например, ужесточение требований, в результате чего, например, ну, скажем так, люди, которые будут проходить там какой-нибудь экзамен, или имущественный ценз, или еще что-то, это сразу станет предметом борьбы, кто-то от этого выигрывает, кто-то проигрывает, значит, если какие-то экзамены вводить, не дай бог, ну, это вообще безумие, потому что это экзаменаторы станут, так сказать, людьми, которые решают судьбы нации, в зависимости от того, какой экзамен, как его сдавать, и так далее, то есть, нет, это, ну, понимаете, ну, давайте так, вот, представьте себе, что вы сейчас будете сдавать экзамен на право быть избирателем, да, ну, и что, и кто будет экзаменатором, и что будут за предметы, умение, умение, так сказать, иметь правильные ответы на какие-то политические вопросы, нет, это все абсолютно невозможно, это все абсолютно невозможно, это, это, это просто любая попытка ввести какой-то ценз, ну, есть, есть цензы, да, не может быть избирателем, например, умалишенный, понятно, да, причем даже психическая болезнь не может быть основанием для лишения прав, умалишенный, то есть, человек, который не в состоянии, ну, просто является, там, или находится в коме, или еще что-то в этом роде, вот, ну, и это тоже вопрос, поэтому сразу нет, сразу нет, я вот некоторые вопросы, некоторые реплики получаю такого рода, как пример, я зачитаю эту реплику, потому что она не единична, вот, Варакоша, уважаемый Галиф Александрович, мне интересно, почему вы игнорируете мои вопросы, уже как минимум 10 моих вопросов остались без ответа, пишу я их около 14 часов, и другие пользователи их видят, так как пишут на них комментарии, поэтому и вы тоже не можете их не видеть, чем я заслужила такое ваше отношение, уважаемый коллега, мне хорошо знакомо, знакомо ваше имя в интернете, я хорошо знаю, что я многократно отвечал на ваши вопросы, значит, вот, если бы на этом месте, на месте этого упрека был бы вопрос, то я бы его увидел и ответил, я отвечаю на вопросы, на все вопросы, которые я вижу, по разным причинам, может быть такое, что я не вижу, может быть такое, не буду объяснять подробно, как выглядят настройки Ютуба, не буду объяснять подробно, как может получиться, что я не увидел вопросы, но я отвечаю, и у меня нет, как увы, что называется, знаете, как реплика Гафта из фильма «Гараж», вы дороги мне все, это правда, на самом деле, потому что я же для кого, не для себя же работаю, правда, поэтому вы дороги мне все, у меня нет никаких предпочтений, вас, уважаемый Варакоша, я помню, и, конечно же, буду обязательно отвечать на все ваши вопросы. Гарик из Сокартвелла, как вы относитесь к тому, что Франция прислала на коронацию Путина убийцу уголовника, разыскивая его в 120 странах, своего посла? Сразу отвечаю, отношусь плохо, очень плохо. Они это объясняют желанием сохранить каналы коммуникации. Думаю, что это плохая история. Как вы относитесь к тому, что США 6 месяцев тянуло с военной помощью Украине, кто-нибудь подсчитал, во сколько человеческих жизней обошлась Украине, это игра политиканов? плохо отношусь. Подсчитают когда-нибудь и выкатят счет вот этот кровавый американским политикам. Значит, ну и последнее. Еще насчет России. Это зло можно разрушить только изнутри, как уже было и в 17-м, когда рухнула Российская империя, и в 91-м, когда развалился СССР. Я с вами согласен, но с одной поправкой. Всегда был толчок извне. В 17-м году империя развалилась, да, она развалилась изнутри, но толчком была безусловно Первая мировая война. А если считать правильные концепции, а я считаю правильной концепцию, что вот этот октябрьский переворот, он как бы был изначально продолжением и февральской революции, и революции 905-го года, а это именно так. Это был единый процесс, просто растянутый во времени. То надо сказать, что две войны, по сути дела, были внешним толчком. Это поражение в японской войне и серьезные проблемы, возникшие в Первой мировой войне. То есть внешний толчок был. В случае с распадом Советского Союза афганская война сыграла свою роль. И конечно гонка вооружений, полить все эти звездные войны, которые устроил Рейган, это сыграло свою роль, безусловно. Хотя в основном, конечно, главное было внутренние причины, но внешний толчок был очень серьезный. И в этом случае, я думаю, что внешним толчком является поражение, может стать поражение России в этой войне. А то, что развалится изнутри, это исторический факт. Алексей, Игорь Александрович, в ваших рассуждениях о том, что власти чекистов в стране никогда не было, есть одно уязвимое место. Период прихода к власти Путина. Поясню, если допустить, что взрывы жилых домов в России в конце 1999-го совершены в рамках спецоперации «Приемник», то кто, по вашему мнению, спланировал и организовал эти преступления? Чубайс, Юмашев, Абрамович, Березовский, семья коллегиальным решением, Путин, у кого были возможности и ресурсы, кто принял решение? Уважаемый Алексей, итак, к спецоперации «Приемник» ФСБ никакого отношения не имел. Ни один из тех людей, который осуществлял спецоперацию «Приемник», кроме самого Путина, который был здесь, что называется, не субъектом, а объектом. Его тащили и посадили на фронт, на трон. Значит, никакого отношения ФСБ к этому процессу не имел. и надо иметь лютую конспирологию головного мозга, чтобы увидеть здесь, как-то углядеть здесь ФСБ. Значит, Чубайс ФСБ, Березовский ФСБ, Юмашев, Дьяченко ФСБ, кто конкретно? Абрамович ФСБ? Нет, это люди совершенно другие, они это организовали. Теперь, что касается взрывов домов. Путин был председателем правительства. И только что он был директором ФСБ до этого. И, естественно, это организовало ФСБ, решение принимал, конечно же, Путин лично. Вот. Так что он использовал ФСБ как орудие. Как это было всегда. ФСБ использовали как орудие. Иногда использовали НВД, иногда армию, иногда еще кого-то. ФСБ в данном случае использовали как орудие. Поэтому я уже подробно отвечал неоднократно, что ФСБ это преступная организация. Она имела большой вес и большое значение, но властью она никогда не была. Конечно, каждый ФСБшник обладал властью на своей территории. Но понятно, что начальник первого отдела в ВУЗе в каком-нибудь или в конструкторском бюро он обладал властью определенной. Но в целом он был подконтролен партии в свое время, а сейчас он подконтролен опять-таки местному начальству. И в конечном итоге Путин принимает решение о взрыве домов. Виктор задает вопрос как вы относитесь к Сергею Пугачеву? Есть ли возможность увидеть его у вас в гостях? Как по мне он интересные вещи рассказывает. Уважаемый Виктор, вы знаете профессор Соловей тоже рассказывает интересные вещи. И много кто рассказывает интересные вещи. Что касается Сергея Пугачева, то у вас есть возможность слушать его на других каналах. У меня его не будет. он я очень внимательно послушал его выступление на у Гордона. Мне хватило сказочник. Скорее даже не сказочник нет Хлистаков. То есть все он организовал все он сделал он Путина на трон посадил в конечном итоге. В общем короче говоря нет не годится. Так анонимный вопрос. Значит Игорь Александрович перечислив спонсоров КПРФ и Зюганова вы умышленно или нет не упомянули главного уважаемого вами Михаила Ходорковского. С помощью финансированных им коммунистов яблочников и независимых депутатов он добивался принятия в Думе выгодных для его юкоса законов ничего личного только факты такова неприятная правда а лучше горькая правда чем красивая ложь как часто говорила мне моя мама уважаемый аноним я совершенно полностью согласен с вашей мамой она правильно вам говорила и именно поэтому я вынужден вам сказать что вы ошибаетесь понимаете горькая правда заключается в том что когда я говорил о том что перечислял спонсоров компании Зюганова то вопрос задавался я на него отвечал по поводу именно компании Зюганова и именно 1996 году президентская компания Зюганова не финансировалась Ходорковским Михаил Борисович Ходорковский был в тот момент в составе так называемой семьи банкирщины которая полностью поддержала Бориса Николаевича Ельцина ни один из них ни Ходорковский ни Березовский ни Смоленский ни Гусинский кто там еще Потанин никто из них ни копейки не давал Зюганову но это надо быть сумасшедшим для того чтобы одновременно давать и Ельцину деньги и Зюганову нет ни один из них не давал ни копейки Зюганову просто исторический факт поэтому вы ошибаетесь что же касается финансирования КПРФ подчеркиваю это разные вещи одно дело финансировать президентскую компанию Зюганова это одна история а другое дело финансирование КПРФ да тут вы абсолютно правы подчеркиваю не Зюганова о чем я говорил а КПРФ об этом вообще вопроса не было и здесь я прекрасно знаю у меня нет никакого никакого так сказать значит умолчания я прекрасно знаю что Ходорковский финансировал но это было значит не в девяносто шестом году это было в начале нулевых и тогда Ходорковский финансировал и Яблоко и союз правых сил и КПРФ и целью Ходорковского как известно было создание плюрализма потому что он был сторонником значит парламентской республики он хотел чтобы именно парламент переместился центр тяжести принятия решений для этого он считал что нужно создать плюрализм поэтому финансировал разные партии я не уверен что это была правильная политика но это другой совершенно вопрос то что я в целом неплохо отношусь к Михаилу Борисовичу Ходорковскому уважаю его безусловно но я с ним не согласен по огромному количеству политических вопросов в том числе по финансированию КПРФ но то что он никогда не финансировал Зюганова во время президентской кампании это исторический факт поэтому очень правильно говорит ваша мама и горькая правда в данном случае заключается в том что вы ошибаетесь так мы на этом на этом я вроде бы ответил на все вопросы которые я смог найти ко вчерашнему утреннему стриму вот поэтому на этом я завершаю сегодняшний утренний стрим я с вами прощаюсь слава Украине берегите себя утреннему утреннему я Продолжение следует...